Сегодня в Тамбове главам сельсоветов рассказывали и показывали, как защищать население во время чрезвычайных ситуаций. Среди главных тем обеспечение жизнедеятельности пострадавшего населения, а также создание необходимых условий безопасности. В учебном сборе участвовали более 300 человек со всех муниципалитетов Тамбовской области. Дмитрий Ерофеев выяснил, что должен знать каждый руководитель населенного пункта. Особое внимание безопасности. Правительство России 2013 год объявило годом повышенной бдительности в области гражданской обороны. Очень важно, потому что, конечно же, всем понятно, что руководитель органов местного самоуправления, он находится на месте, и он первый принимает, скажем так, на себя удар, и ему первому принимать решение. А потом, конечно же, уже события развиваются по утвержденной схеме, по алгоритму, когда подключается уже областной уровень, федеральный уровень. Если в этом есть необходимость. Количество приезжих руководителей является наглядным показателем того, с какой ответственностью они подходят к такого рода мероприятиям. Помимо пожарной техники, на их обозрение были представлены обогреваемые палатки, места для оказания психологической помощи и даже передвижные пункты питания. Вот в таком пищевом наборе присутствует все для того, чтобы обеспечить одного человека суточные нормы питания. Он включает различные виды консерв, средства для обеззараживания воды и даже приспособления для того, чтобы разогреть пищу в полевых условиях. Остается только подождать. Оказалось, что ожидание предстоит и главам муниципальных образований. Изучив прелести защитных сооружений, у посетителей стали возникать вопросы. Но, по словам представителей МЧС, такие мероприятия для того и проводятся, чтобы руководители поселений Тамбовского района стремились к развитию безопасности и занимались строительством подобных центров. Ну, если было бы на что строить, конечно, построим. Ну, конечно, это, как говорится, показательно. Это хорошо. Очень понравилось. Помимо экскурсии, с руководителями муниципалитетов была проведена и теоретическая беседа, где были затронуты вопросы дежурства добровольной охраны, правила обращения с пострадавшими и многое другое. Дмитрий Ерофеев, Андрей Корабельников, Александр Кобзарев. Область новостей. А завтра в усиленном режиме будут работать сотрудники другого ведомства – госавтоинспекции. В регионе продолжается месячник безопасности дорожного движения. В Тамбове, а также в других населенных пунктах области пройдут профилактические рейды. Их основная цель – не наказать водителей, а предупредить возможные преступления на дорогах. Особое внимание инспекторы ГИБДД обратят на нетрезвых водителей, пешеходов и водителей общественного транспорта. Также сотрудники госавтоинспекции просят участников дорожного движения в преддверии праздника – Дня защитника Отечества, а также в праздничные дни быть особенно внимательными и бдительными на дорогах, не садиться за руль в нетрезвом состоянии, без прав и не нарушать правила дорожного движения.